Здравствуйте! Здравствуйте! Это декорация у нас спектакля «Кошкин дом». Театр для меня – это магия. Вот эти тубы – это фотообои. То есть форма от фотообоев, которая обтянута тканью. И вот, пожалуйста, вам забор. Сделать подарочную коробку для совы с бантом, состарить, запылить фотоальбом, сшить наволочку, платок молчалин, рамы для птиц черные. Обычно режиссер задает тему, а образ спектакля придумывает художник. Особых секретов нет, однако за кулисе театра всегда вызывает особый трепет. Кто стоит за сценическим блеском и громкими премьерами? Актеры – режиссеры? Разумеется. Однако не только они делают театр таким, каким видит его зритель. Сегодня слово художникам. Здесь готовых рецептов нет. То есть практически каждый спектакль – это новая задача. И нужно решить, из чего, как сделать, как добиться поставленного художественного образа. Елена Иванова, художник Бутафор, занимается реквизитом и головными уборами. Про свою работу говорит просто – создаю иллюзию. Реквизит – это иллюзия, потому что иногда вещи делают не настоящие, а они из чего-то, чтобы усилить эффект художественный на сцене. Придумала сделать из резинки на основе обычной обуви. То есть они закрепятся и будет имитация лаптей. То есть это барышня-крестьянка для актера Игоря Горчакова. Иногда в Бутафоре используются материалы из разных сфер. То есть, например, я придумала в свое время использовать синтетический материал, который кладется как изоляция, строительный материал. Из него очень хорошо делать форму, он легкий, склеивается хорошо. Очень хороший материал для работы, для декоративной работы – флис называется. Он в чем хорош, что у него яркая цветовая палитра, он не сыплется. То есть можно делать любые детали. Он довольно плотный, хорошо держит форму. Часто используется и для костюмов, и для головных уборов. Головной убор придает завершенность образу. И обычно головные уборы почти во всех спектаклях. Редко когда открытая голова. Ну и то делается, может быть, какая-то сложная прическа, чтобы образ был закончен. А головной убор, он, ну, одна из важных частей в костюме. Ну, у нас есть момент гордости, когда на премьере нас объявляют, кто участвовал в работе над спектаклем, приглашают на сцену. То есть зритель может воочию увидеть своих героев, которые стоят за кадром. Вот, например, вот эти вот капусты. Там внутри находится мячик, надутый мячик просто. А сверху сделан вот такой чехол из ткани синтетической, которая тянется. И вот, пожалуйста, вам капуста. Овощи, фрукты, заборы, дома, да что там целые города способны сделать своими руками эти две хрупкие женщины из художественно-декорационного цеха. Лариса Лебедева-Соколовская и Ирина Башко. Работа иногда очень трудоемка в том плане, что декорации некоторые занимают очень много места. У нас цеха нету так такового. Мы используем те возможности, те платформы, на которых можно работать. Иногда декорации 12 на 9 метров, и мы ползаем по полу с Ларисой, клеим, красим. Так как здесь очень высокие декорации, 3 метра, вот если вот брать уши, да, тут где-то 3 метра, они не входят ни в одно помещение, ни занести. Это ДВП, и которые крепятся на металлические конструкции, то есть в основе ДВП там внутри металлический каркас. Вот каркас у нас делает Сергей Чернев в основном. Вот, но бывают и полностью декорации металлические, как, например, в спектакле «Нашем новом горе от ума». На этом спектакле мы не можем показать все материалы и все наши приспособления, которые мы можем использовать, потому что очень многое зависит от декорации от материалов. Здесь бывает не только вот дерево, здесь и пластик, и поликарбонат используются. Материалы мы используем такие, пластик, дерево, иногда бывает металл, картон, а бывают еще какие-то поролон, изолон и вот такие синтетические различные материалы. Это у нас, конечно, из другого спектакля, но это как раз поликарбонат, это вот такой материал, который тоже часто используется для конструкции форм. Бывают всякие светофильтры, потом чисто картон, мне уже тут готовят образцы. Спасибо большое, Марина. Пластик прозрачный. Пластик прозрачный, мне уже даже образцы показывают. Прозрачный пластик. Большую роль играет работа художника по свету, осветителя сцены, потому что за счет освещения сцены можно тоже создавать декорации без декораций. И вырезать вот этот квадрат, прямоугольник этот вырезать, прямо вот профильным прожектором, его один оставить, чтобы они в нем играли. Перед художником по свету, как и перед другими техническими специалистами, происходит защита проекта каждого спектакля. Режиссер и художник-постановщик должны презентовать свою идею. Обычно режиссер задает тему, а образ спектакля придумывает художник. Художник идет работать над эскизами, режиссер репетирует и готовится все к техническому совету. На технический совет приносится эскизы, макет обязательно, собираются все службы, чертежи габаритные. И художник перед службами техническими театра представляет свой проект. Также на техсовете для художника по свету, чтобы ему было легче понимать, что мы придумали с режиссером, делается вот такая раскадровка сцен, где расписывается каждая сцена, и художник-постановщик пишет приблизительно, какой свет он хочет, чтобы был. При этом, опять же, это все происходит в диалоге, и если художник по свету считает, что надо сделать по-другому, мы все это обсуждаем. Марина Браулова – художник-сценограф. Именно она визуально придумывает спектакль и собирает воедино всех художников постановки. В данном случае про спектакль «Кошкин дом» режиссер Татьяна Макарова, ну, она мне озвучила, что у нее давно мечта поставить сказку. Стали думать, как сделать эту сказку, ну, придумать какой-то особенный образ. И у меня родилась мысль о том, что это все происходит в детской комнате. И вот эти все персонажи – это мягкие игрушки, поэтому у нас используются кулисы, на которых нарисованы различные кубики. Столы и стулья у нас тоже кубики. Одна из свежих работ Марины Брауловой – громкая премьера камерного «Горе от ума». Для художника-сценографа спектакль особый. Декорации простые, вместо обычных тканей укрывной материал и обычной железной конструкции. Все вместе – магия театра. Театр для меня – это магия какая-то, какая-то ворожба, я не знаю. Это не так вот пришел на какое-то производство, вставил болванку в станок и пошло дело. Нет, это какое-то колдовство. Колдовать над своим лицом актер камерного театра умеет и мастерски. Свой грим на все спектакли Сергей Павлов придумывает сам. Вот грим Сарафанова. Здесь просто схема, а иногда я, видите, даже помечаю себе какие-то тона смешивать, потому что вот грим – это, он, видите, вот он состоит, вот первый, второй, третий тон, это телесные тона, это бакан, это кармин, коричневый, черный, вот. И все это в разных пропорциях создает, ну, разный эффект. Показать некоторые тонкости театрального грима Сергей Павлов решил в образе князя Ка из спектакля «Дядюшкин сон». Тут сложная несколько задача была. С одной стороны, показать возраст, потому что все-таки чуть-чуть я помоложе этого князя. Вот, я так думаю. Вот, а в то же время нужно сделать, как будто бы он молоденький такой, и некоторым образом нужно было создать маску. Мы начинаем с нанесения, с нанесения на собственные брови такой массы, которая называется ангруаз. Это много-много десятков лет, а может даже сотен придумано средство. Это сахар с мылом. Наверное, существует какая-то замазка для, специально, да, для бровей. Но это, я говорю, это тоже такое старинное средство. И вот это вот просто делается вот так вот, легким таким движением. А какого эффекта вы достигаете с помощью этой услуги? Я тем самым волоски своих бровей делаю, ну, как бы сказать, нерельефными. Они прилипают к телу, и как бы бровь исчезает, ее волосистость. Я придумал своему князю брови не на том месте, на котором они должны быть искусственно нарисованные. Вот видите, я теперь поверх замазанных бровей должен нарисовать такие совершенно кукольные и кругленькие, и пловенькие бровьки. Сразу это все нужно фиксировать. Вот, это называется фиксация грима. То есть пудрой. Пудра смешивается с жировой основой. Вот, и грим становится как бы нестираемым таким. Здесь не помешала бы вполне себе киношная быстрая перемотка, потому как процесс нанесения грима небыстрый. На князя Као Сергея Павлова уходит больше часа. Дальше остаются усы, грубо говоря, и бородка, и бакенбарды. Кстати, усы, бороды и парики актер камерного театра тоже умеет делать сам. И пока мы слушаем интересные истории театрального закулисья, Сергей Павлов незаметно исчезает. Все, я надеваю парик, и у меня появляется вот такой вот. Чуть-чуть, он немножко у меня кособокий. Сейчас я его приберу. Вот такой вот дядюшка, который немножко трудно уже соображает, и как-то все забывает. Кстати, вас как зовут? Особых секретов действительно нет, но именно из таких вот профессиональных тонкостей состоит фундамент любого театра. Редактор субтитров А.Семкин